Приветствую вас на своем канале. В сегодняшнем видео я вам хочу показать, как делать вот такого замечательного медвежонка с сердечком. Сердечко мы уже с вами делали, поэтому сегодня я буду показывать, как делать медвежонка. Вот такого замечательного медвежонка можно сделать в виде валентинки на День Святого Валентина. Вот, конечно же, послужит замечательным подарком на любой другой повод, своими руками. Кому понравилось, конечно же, присоединяйтесь, будем вязать с вами вместе. Для вязания нам понадобится пряжа. Я буду использовать остаточки ланоса минти, это чистый акрил серого цвета, и для мордочки немного белого цвета той же пряжи. Для сердечка и носика мне понадобится хлопковая пряжа, я взяла розового цвета от Ализе Белла и бирюзового цвета. Наполнять я буду холофайбером, крючок у меня 1,7 под мою пряжу, ножнички для обрезания кончика, также нам понадобится 2 небольшие глазки-босинки и иголочка для сшивания деталей. Начнем мы вязать с мордочки, поэтому берем ниточку белого цвета, придерживаем краешек ниточки большим пальчиком и обхватываем указательный и средний пальчик. Сделали кольцо амигуруми, закрепляем его, и в колечко нам нужно набрать 6 столбиков без накида. Ныряем, захватываем рабочую ниточку, первый столбик. Так делаем 6 раз. Второй столбик, третий, четвертый, пятый и шестой. Придерживаем крайнюю петельку, стягиваем колечко. Стягиваем плотно, чтобы не было дырочек по серединке. Вот у нас получился вот такой вот начальный кружочек. Теперь каждую петельку предыдущего ряда столбика мы должны сделать по прибавочке, поэтому находим первую петельку и вяжем сюда два столбика без накида. Я буду постепенно завязывать краешек ниточки, который мы стягивали колечко, то есть я положила его на вязание и вяжу вместе с ним. Теперь по вторую петельку вяжем прибавочку, то есть два столбика без накида. Первый столбик и сюда же второй столбик. Третью петельку, первый столбик и сюда же второй столбик. Четвертую петельку, первый столбик и сюда же второй. Пятую петельку, первый столбик и сюда же второй. И в шестую, последнюю петельку, первый столбик и сюда же второй столбик. Сделали по прибавочке, в конце второго ряда у нас 12 столбиков по кругу. Теперь что мы сделаем? Мы свяжем третий ряд. В третьем ряду мы будем чередовать 3 столбика без накида, прибавочка, 3 столбика без накида, прибавочка. Я предлагаю вам вот эту ниточку краешек вытащить вперед, она у нас как бы отметит начало ряда. И теперь начинаем вязать 3 столбика без накида, прибавочка. В первую петельку первый столбик, во вторую петлю второй столбик и в третью петлю третий столбик. А в четвертую вяжем 2 столбика без накида в одну петлю. Это первый раз. Теперь снова отсчитываем первый столбик, вяжем столбик, второй столбик, вяжем столбик, третий столбик, в него столбик вяжем, а в четвертую петлю вяжем 2 столбика без накида в одну петлю. То есть делаем вторую прибавочку в ряду. И последний третий раз вяжем первый столбик, следующую петлю второй столбик, следующую петлю третий столбик, а затем делаем прибавку 2 столбика без накида в одну петлю. Ну смотрите, сделав последнюю петлю 1 столбик, второй столбик не довязываем, то есть оставляем как бы на крючке не довязанный до конца второй столбик прибавки. А верхушечку делаем уже другим цветом, присоединяем ниточку серого цвета, для того, чтобы перейти на цвет головы серенький. Теперь мы, получается, в четвертом ряду будем делать соединительные столбики в начале ряда. То есть смотрите, не спешите отрезать ни белую, ни серую ниточку, а просто серой рабочей ниточкой, которую мы присоединили, делаем подряд 4 соединительных столбика. То есть вводим крючок в петельку, захватываем рабочую ниточку и пропускаем сквозь первую петлю на крючке. Так 4 раза. 3 и 4. Мы сменили, получается, цвет и связали в начале ряда 4 соединительных столбика. Теперь вяжем 6 столбиков без накида подряд в каждую петельку по столбику. Первый столбик, в следующую петлю второй столбик, в следующую петлю третий, в следующую петлю четвертый столбик, в следующую пятый столбик и в следующую шестой столбик. То есть с начала ряда мы с вами связали, получается, 10 столбиков, но из них 4 соединительных и 6 столбиков без накида. Завершаем мой ряд. До конца довязываем 5 соединительных столбиков. То есть продолжаем вязать соединительные столбики. Первый столбик, далее за ним второй столбик, третий столбик, четвертый столбик и последний, пятый столбик. Сейчас вы можете отмечать начало ряда. Хотите, можете, нет. Может вам послужить отметочка начала ряда, как вот этот краешек, который мы с вами вытащили. А может просто вот смена ниточки, вот у вас и будет начало ряда. Теперь я буду завязывать ниточку белого цвета в этом ряду. То есть я сейчас буду прятать краешек ниточки белого цвета. У меня сзади будет пока серенький. И теперь начинаем вязать пятый ряд. Четыре столбика без накида. Там, где у нас были соединительные четыре столбика предыдущего ряда, мы вяжем в этом ряду по столбику без накида в каждый соединительный столбик предыдущего ряда. Итак, находим первый соединительный столбик. Сюда вяжем первый столбик без накида. Так, мы будем вязать ниточкой серого цвета, но кладем на вязание ниточку белого цвета. То есть вот так вот, а то я немножечко запуталась. Итак, в первую петелечку связали сереньким цветом столбик без накида. Во вторую петелечку связали столбик без накида. Третью петелечку вяжем столбик без накида. Я параллельно прячу ниточку белого цвета. И последний четвертый раз мы прячем ниточку и вяжем последний столбик без накида в четвертый соединительный столбик предыдущего ряда. Теперь ниточку белого цвета мы можем отрезать, чтобы она нам не мешала. Я отрежу и вот эту беленькую ниточку, которой мы вытаскивали в начало ряда хвостик. Все, отрезали краешки. Ниточка белого цвета нам больше не понадобится. Вот это у нас остался еще хвостик серенького цвета, когда вводили, но мы его в следующем ряду спрячем. И теперь смотрите, мы связали 4 столбика без накида, там где были 4 соединительных столбика предыдущего ряда. Теперь там где были 6 столбиков без накида предыдущего ряда, мы делаем прибавочки. То есть находим первую петелечку, мы делаем прибавочку. То есть вяжем 2 столбика без накида в одну петлю. Первый столбик и сюда же второй. Далее во вторую петлю первый столбик и сюда же второй. Третью петлю первый столбик, сюда же второй. Четвертую петлю первый столбик и сюда же второй столбик. Пятую петлю первый столбик и сюда же второй. Шестую петлю столбик и сюда же второй столбик. Мы с вами связали по прибавочке в каждую из шести петелек столбиков без накида предыдущего ряда. У нас осталось до конца ряда 5 соединительных столбиков, поэтому мы провяжем каждую петельку по столбику без накида. Первую петлю столбик без накида, во вторую петельку столбик без накида, третью петельку столбик без накида, четвертую петельку столбик без накида и последнюю пятую петельку ряда, последний столбик без накида. Теперь, как вы видите, мы ряд довязали до конца. Вот она смена ниточки. И у нас уже начало следующего шестого ряда. Вяжем над четырьмя столбиками без накида предыдущего ряда четыре столбика. Отсчитываем первый столбик, в следующую петельку вяжем второй столбик, в следующую петельку третий и в следующую четвертый столбик. Далее у нас идут прибавочки шесть подряд предыдущего ряда. И мы начинаем вязать над ними, чередуя столбик без накида и делать прибавочку. столбик без накида прибавку. Итак, первый раз делаем столбик без накида в следующую петлю прибавка. Далее второй раз столбик без накида в следующую петлю прибавка 2 столбика без накида. Третий раз столбик 2 столбика. То есть я чередую столбик 2 столбика, столбик 2 столбика. И сейчас делаю столбик 2 столбика. Нам нужно так сделать 6 раз. То есть над столбиками предыдущего ряда прибавочками мы чередуем столбик, два столбика, столбик, два столбика. И последний шестой раз я вяжу столбик и прибавочка, два столбика без накида в одну петлю. До конца ряда у нас остается пять столбиков без накида. Я довязываю в каждую петельку по столбику. Итак, первый столбик, столбик, второй столбик, столбик, третью петельку, столбик, четвертую и последняя, пятый столбик. Связали до конца шестого ряда. Далее вяжем так. Вяжем начальных шесть столбиков без накида в каждую петлю по столбику первый раз, далее вторую петлю второй раз, третью петлю третий, четвертый, пятый и шестой. У нас теперь идет прибавочка предыдущего ряда, то есть вот две петли провязанные в одну. Мы над этой прибавочкой в этом ряду делаем прибавление. Тоже вяжем два столбика без накида в одну петлю. Теперь нам нужно сделать каждую прибавочку предыдущего ряда по прибавлению, а между ними вяжем столбики. То есть столбик раз, столбик два вяжем в каждую петельку два раза по столбику. А теперь у нас прибавление предыдущего ряда. Мы вяжем сюда прибавление. Снова идут столбики раз, столбик два. Теперь прибавление делаем над прибавлением предыдущего ряда. Снова столбик раз, столбик два и прибавление предыдущего ряда. Два столбика без накида вяжем в одну петлю. столбик столбик прибавление и еще раз столбик следующую петелечку столбик и прибавление над прибавлением предыдущего ряда вяжем два столбика без накида в одну петельку все дальше у нас нет прибавлений посмотрите идут просто столбики поэтому до конца ряда мы довязываем просто столбики первый столбик далее второй столбик третий столбик 4 и последний пятый столбик связали до конца ряда теперь в восьмом ряду нам нужно связать по кругу 33 столбика то есть если мы сейчас посчитаем по кругу у нас должно быть 33 столбика без накида значит мы должны связать получается 8 9 10 11 и 12 5 рядочка по 33 столбика без накида сейчас я вам предлагаю мы отрезали с вами краешки ниточек вот взять один из этих краешков и отметить начало ряда и вот мы сейчас начинаем вязать 5 рядочка столбиками без накида без каких-либо изменений прибавлений различных то есть мы просто петелечку предыдущего ряда или в столбик предыдущего ряда как вам проще вяжем в этом ряду по столбику без накида то есть как бы выравниваем наше вязание и каждое последующее четыре ряда помимо этого мы просто вяжем столбик без накида над столбиком без накида предыдущего ряда я думаю что вы здесь справитесь самостоятельно поэтому вяжем 5 рядочков как бы продляем нашу голову мы расширили ее мордочку сделали и теперь нам нужно делать глубину головы или ширину головы как проще в общем вяжем 5 рядочков без изменения 33 столбика без накида по кругу связали 5 рядочков теперь вытаскиваем маркер и переносим начало нашего нового ряда ну как бы будем называть это маркером ниточку и теперь нам нужно сделать 3 убавления в ряду мы прочередуем наши 33 столбика от минус 3 убавления это 30 столбиков в конце должно быть поэтому мы прочередуем 9 столбиков без накида в каждую петелечку девять раз по столбику и сделаем убавление итак 1 2 3 4 5 6 7 8 и 9 столбик теперь делаем убавление убавление можно делать несколькими способами я вам покажу два основных которыми пользуюсь чаще всего сама смотрите первое убавление это мы захватываем следующие петелечки рабочую ниточку делаем петлю и следующие петелечки захватываем рабочую ниточку делаем петлю соединяем 3 петли на крючке общей вершиной рабочей ниточки второй способ убавления мы захватываем переднюю стеночку одной петли и переднюю стеночку второй петли подряд теперь захватываем рабочую ниточку пропускаем сквозь две полупетли и рабочую ниточку уже соединяем две оставшиеся петли то есть сейчас еще раз вам покажу смотрите мы вяжем сейчас 9 столбиков следующих 1 столбик 2 столбик 3 4 5 6 7 столбик 8 и 9 показываю еще раз как я делаю убавление за 2 передние полупетли захватываю крючок на крючке 3 петли сначала пропускаю рабочую ниточку сквозь две полупетли а затем соединяю вершинкой рабочей ниточки две оставшиеся петельки провязали второй раз убавление и третий раз 9 столбиков без накида и сделаем третье убавление первый столбик второй третий четвертый пятый столбик далее шестой поворачиваем удобно для себя стороной седьмой столбик восьмой и девятый до конца ряда у нас остается два столбика делаем убавление за 2 передние полупетли захватываем рабочей ниточку пропускаем сквозь две полупетли затем соединяем общей вершиной 2 оставшиеся петли иначе говоря смотрите мы провязываем за две передние полупетли или за две передние стеночки столбик без накида обычный столбик без накида с 2 передние То есть если мы столбик без накида захватываем просто стеночку сквозь две петли или как сквозь две стеночки одной петли, то здесь вы просто две полупетли захватываете, пропускаете и вяжете столбик без накида. Теперь смотрите, в конце 13 ряда мы убавили 3 петли, по кругу у нас 30 столбиков без накида. В 14 ряду мы будем чередовать 3 столбика без накида, делать убавление, 3 столбика убавление, 3 столбика убавление, поэтому ставим наш маркер или нашу ниточку в начало следующего ряда, отмечаем как бы начало ряда, хотите можете использовать пластиковый маркер, в общем кому как удобно. И теперь чередуем 3 столбика без накида и делаем убавление. Находим первую петельку и вяжем в нее столбик без накида, во вторую петельку столбик без накида и в третью петельку столбик без накида, а затем делаем убавление. Я буду делать за две передние полупетли, вы можете делать 2 столбика с общей вершинкой. Снова 1, 2, 3 убавление. 1, 2, 3 и делаем убавление. То есть чередуем 3 столбика без накида, делаем убавление. 3 столбика без накида, убавление. Мы, начиная с этого ряда, убавление делаем. В каждом ряду по 6 столбиков забираем. Или по 6 петелек сокращаем. Итак, 3 столбика, убавление. 3 столбика, убавление. 1, 2, 3. Далее идет убавочка. 1, 2, 3. Убавочка. Чередуем так. 1, 2, 3, убавочка. 1, 2, 3, убавочка. До конца ряда. То есть получится 6 раз по 3 столбика без накида, убавление. 3 столбика без накида и убавление. 1, 2, 3. Остается до конца ряда 2 столбика. Делаем убавление. После вязания уже 14 ряда у нас по кругу 24 столбика. Мы забрали 4 столбика или 4 петли. Поэтому в 15 ряду мы уже чередуем 2 столбика без накида и делаем убавление. 2 столбика, делаем убавление. Находим первый столбик, вяжем первый столбик. Далее в следующую петлю второй столбик. И делаем убавление. Третий, четвертый столбик вяжем с общей вершиной. Или за передние полупетельки вяжем столбик без накида. Снова первый, второй столбик. Третий, четвертый с общей вершиной. Делаем убавление. Так, чередуем до конца ряда. Я думаю, что здесь вам все понятно. Просто чередуем вязание 2 столбика убавления. 2 столбика убавления. Тоже 6 раз. И так же, как и в предыдущем ряду, заберем 6 столбиков или 6 петелек в ряду. Закончили 6 убавление. Ряд закончился, поэтому убавили 6 столбиков по кругу. Сейчас у нас 18 столбиков по всей окружности отверстия. Мы вытаскиваем ниточку маркер, привытягиваем крайнюю петельку. И сейчас пришло время, когда нам нужно наполнить и придать форму голове медвежонка. Вот я наполнила голову. И я вам рекомендую наполнять вот так вот по кругу, то есть просовывать вот эти вот уголки отверстия. То есть смотрите, вы если повернете к себе боковой стороной, нам нужно так, чтобы голова была красивая и кругленькая. То есть не просто плоская, а красивая и круглая. Теперь смотрите, вот она у нас смена ниточки была, ряд. Он у вас снизу, поэтому если вы обратите внимание, то верхняя сторона у нас как раз таки там, где мы делали прибавления. То есть глазки у вас будут располагаться от замены ниточки вот здесь вот сверху. Вот теперь с каждым рядом мы завершаем, делаем закрытие вот этих петелек по кругу. Поэтому сейчас по ходу вязания рядочков мы будем наполнять. Снова подтягиваем ниточку на крючок, отмечаем начало ряда. И теперь будем чередовать столбик без накида и делать убавление. Столбик без накида, делать убавление. Поэтому находим первый столбик, вяжем в него столбик без накида, далее делаем убавление. Второй, третий столбик вяжем с общей вершиной. Снова столбик без накида, второй, третий с общей вершиной. далее столбик без накида второй третий столбик с общей вершиной то есть делаем убавление так нам нужно сделать 6 раз наполнитель придерживаем пальчиком чтобы он у вас не вытаскивался и дальше продолжаем делать 6 убавлений в ряду то есть в конце этого ряда у нас остаться должно всего лишь 12 столбиков без накида по кругу провязанных или 12 петелек в ряду и так я довязываю столбик без накида и делаю последнее убавление в этом ряду по кругу 12 столбиков снова у нас получилось отверстие не заполнена вот здесь вот пространство в голове поэтому я беру наполнитель и снова до наполняю вот это вот отверстие чтобы еще раз повторюсь у нас голова была не пустая можете вытащить вот эту ниточку которой отмечали начало ряда чтобы не мешало при вытяньте петельку чтобы обязательно не спустилась и дальше до наполняем вот это получившееся отверстие вот я наполнила подтягиваю снова петельку и сейчас маркер можно не ставить нам нужно подряд сделать 6 убавлений то есть сразу начиная с 1 2 петельки вяжем убавление затем снова 3 4 петелька вяжем сразу же убавление то есть не вяжем столбиков вяжем 6 подряд убавлений это третье убавление у меня далее поворачиваю 4 поворачиваю 5 чтобы наполнитель у вас не вытаскивался придерживайте его будет немножечко возможно неудобно делать убавление но вы постарайтесь и последнее 6 убавление теперь через оставшиеся отверстия можете еще немножечко наполнить для тех кому кажется что маловато здесь наполнителя и придаем голове форму то есть немножечко приплюсните мордочку беленькую голову вот так вот распределите хорошо в ней наполнитель чтобы она была у вас такая кругленькая красивенькая немножечко сзади будет приплюснута ничего абсолютно страшного вот но конечно же много зависит от того как вы наполните равномерно голову и теперь смотрите нам нужно вот эту ниточку при вытянуть отрезать и в деть в иголочку стянуть вот это отверстие чтобы не было никаких дырочек и петелек я думаю что здесь все будет понятно поэтому голова наша готова можете сразу вышить носик пришить глазки бусинки но я буду делать все по ходу сборки и приступаем к вязанию туловищем для туловища берем ниточку серого цвета делаем кольцо амигуруми закрепляем колечко и в него набираем 6 столбиков без накида 1 2 3 4 5 6 придерживаем крайнюю петельку и стягиваем колечко стягиваем чтобы не было никакого отверстия теперь во втором ряду нам нужно сделать в каждую петельку по прибавочке поэтому находим первую петельку кладем на нее краешек вязания и вяжем в каждую из петелечек или провязанных столбиков без накида предыдущего ряда по два столбика без накида в одну петлю в итоге в конце второго ряда у нас должно получиться 12 петелек или 12 столбиков без накида сделали 6 прибавлений а теперь я вам предлагаю вот эту ниточку которую мы с вами завязали вот так вот перевернуть на лицевую сторону или поставить начало ряда как маркер можете использовать в принципе пластиковый маркер то есть кому как удобно отмечаем начало ряда и чередуем в третьем ряду столбик без накида прибавочка столбик без накида прибавочка то есть первую петелечку мы вяжем столбик без накида во вторую вяжем два столбика без накида то есть делаем прибавление снова столбик вяжем в третью петлю четвертую два столбика пятую столбик шестую вяжем два столбика и так чередуем до конца ряда столбик два столбика столбик два столбика то есть вяжем столбик прибавочка столбик прибавочка и так мы прибавим 6 петель в ряду увеличим количество петель на 6 значит 18 столбиков без накида должно быть у нас в конце ряда ряд у нас всегда заканчивается прибавлением в ряде с прибавлением поэтому в ряду поэтому мы сделали последнее прибавление и вяжем четвертый ряд четвертом ряду мы будем чередовать столбик столбик прибавления столбик столбик прибавления то есть первую петельку мы вяжем столбик во вторую петельку вяжем столбик а в третью делаем прибавление то есть вяжем 2 столбика без накида в одну петлю снова столбик следующую петлю столбик прибавление 2 столбика без накида в одну петельку и так чередуем столбик столбик прибавления столбик, столбик, прибавление до отметочки начала ряда. То есть снова прибавляем в ряду 6 столбиков без накида. Или 6 прибавлений делаем и увеличиваем. 18 плюс 6. 24 столбика без накида должно получиться в конце провязанного четвертого ряда. Столбик, столбик, прибавление. И последний шестой раз. Столбик, столбик и прибавление 2 столбика без накида в одну петельку. В пятом ряду будем чередовать уже 3 раза по столбику и делать прибавление. То есть в первую петельку вяжем столбик, во вторую петельку столбик, в третью петельку столбик, а в четвертую прибавление 2 столбика без накида в одну петлю. Снова столбик, в следующую петлю столбик, в следующую петлю столбик и в четвертую петлю 2 столбика без накида или прибавление. Это второй раз. И так делаем 6 раз. 3 раза по столбику и в четвертую петельку, четвертый столбик предыдущего ряда, делаем 2 столбика без накида в одну петлю. Если вы посмотрите внимательно, то у вас четко видны прибавления каждого ряда над друг дружкой. То есть смотрите, там где у нас нет прибавления, мы вяжем просто столбики. А над прибавлением предыдущего ряда делаем прибавочку. То есть вяжем 2 столбика без накида, над предыдущим рядом 2 столбика без накида, провязанных в одну петлю. И снова между прибавлениями вяжем 3 столбика без накида. А над прибавлением предыдущего ряда вяжем 2 столбика без накида. То есть чередуем 3 столбика без накида прибавления, 3 столбика без накида прибавления до конца ряда 6 раз. Тем самым мы увеличили в ряду на 6 столбиков количество петель. Поэтому в конце 5 ряда у нас связано 30 столбиков без накида. Получается вот такой кружочек. Теперь нам нужно вот эту ниточку перекинуть в начало следующего ряда. Можно ее вытащить с внутренней стороны, еще раз накинуть, а можно просто отрезать. То есть поставить ее как маркер в начале 6 ряда. Я ее отрезала, поставила и теперь в 6 ряду нам нужно связать в каждую петелечку по столбику без накида. А точнее нам нужно с 6 по 12 ряд связать в каждую петелечку по столбику без накида. То есть 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 7 рядочков нам нужно провязать в каждую петлю по столбику, то есть 30 столбиков по кругу, 7 рядочков по 30 столбиков, это 210 столбиков без накида. Хотите, можете отсчитывать количество 210. Хотите, можете просто отметить начало этого ряда, затем вязать в высоту 7 рядочков и просто посмотреть, где у вас была отметочка, посчитать вверх количество связанных рядочков, и должно быть 7, и тогда, начиная уже с 13 ряда, мы продолжим с вами вязание. То есть просто вяжем в каждую петелечку по столбику без каких-либо изменений и прибавлений. Связали 7 рядочков, теперь переносим нашу ниточку маркер в начало 13 ряда, и в начале 13 ряда нам нужно сделать 6 убавлений подряд. То есть я, как всегда, буду делать за передние стеночки вязать столбик без накида. Первое убавление, затем вторые 2 полупетли захватываю рабочую ниточку и довязываю второе убавление. Далее за 2 передние стеночки третье убавление, за 2 передние стеночки четвертое убавление, за 2 передние стеночки делаю 5 убавление, и последнее убавление 6, 2 передние полупетли захватываю за 2 передние стеночки петли, и 6 убавление связано. Сделали 6 убавлений, до конца ряда у нас остается 18 столбиков без накида. Так мы и провяжем в каждую петельку по столбику 18 раз. Первая петля столбик, вторая петля столбик, третий столбик, четвертый столбик, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый, одиннадцатый, двенадцатый, тринадцатый, четырнадцатый, пятнадцатый, шестнадцатый, семнадцатый и восемнадцатый. Мы забрали в этом ряду 6 столбиков благодаря 6 убавкам, у нас по кругу должно остаться 24 столбика. Теперь в четырнадцатом ряду мы делаем подряд 3 убавления. То есть снова я за 2 передние полупетли захватываю петли и делаю первое убавление. Затем за следующие 2 полупетли вяжу столбик без накида, второе убавление и последнее, третье убавление за 2 передние полупетли. Захватываю и 3 убавления у нас связано. И до конца ряда нам нужно довязать 1 столбик без накида, убавление 1 столбик без накида и сделать убавление. Так нам нужно сделать 3 раза. Столбик без накида, убавление делаем за ним первый раз. Столбик без накида, убавление делаем за ним второй раз. И последний третий раз, столбик без накида, за ним делаем убавление. Третий раз. У нас осталось 15 столбиков без накида. Мы не довязываем ряд до конца, а просто начиная с этого момента вяжем 15, 16, 17, то есть 3 ряда и 15 столбиков без накида по кругу. То есть начиная со следующей петли отсчитываем 45 столбиков без накида, это и будут наши 3 ряда столбиков без накида. Связали 45 столбиков и вернулись к началу ряда. То есть посмотрите, вот у нас начало ряда. И теперь нам нужно связать в 18 ряду чередование столбик без накида, убавление. Столбик без накида, убавление. Итак, делаем столбик без накида, далее делаем убавление. Снова вяжем столбик без накида и делаем убавление. Возможно, будет сейчас немного неудобно, но вы постарайтесь. Делаем убавление. Снова столбик без накида, третий раз, убавление. Опять столбик без накида и вяжем убавление. Столбик без накида, убавление. И сделаем последний раз столбик без накида и убавление. Теперь при вытяните немного петельку, вытащите ниточку маркер, который мы оставляли. То есть, чтобы вам ничего не мешало, я предлагаю как раз таки сейчас наполнить туловище. То есть, берем наш наполнитель и начинаем его просовывать сюда вот в пузико. То есть, вот это у нас, если вы посмотрите, пузико. Нам нужно все красивенько набить и округлить. Мы наполнили, придали форму красивенькую. И теперь нам нужно сделать 6 убавлений подряд. То есть, оставшиеся 12 петель мы просто начинаем закрывать. Чтобы наш наполнитель не вытаскивался, можете придерживать его. Итак, вторую убавочку я сделала. Далее за передней стеночке третью убавочку. За передней стеночке делаем четвертую убавочку. Пятая убавочка. И последняя, шестая убавочка. Находим первую петельку после убавочки, ближайшую. И делаем в нее соединительный столбик. Теперь привытягиваем немного ниточку. Оставляем где-то сантиметров 15 для пришивания головы. Вытаскиваем рабочую ниточку. Она нам больше не нужна. И вот остается вот такая вот ниточка. Мы ее вытаскиваем в серединку, как бы во внутреннюю сторону подтягиваем. И красивое туловище наше готово. Осталась ниточка для пришивания головы и небольшое отверстие. Если вам кажется, что вы здесь мало наполнили, в принципе, здесь отверстие небольшое, но наполнить можно. Ножничками немножечко донаполните верхушку, если вам кажется, что мало. Но, в принципе, достаточно и так. И мы приступаем к лапкам. Начнем с верхних лапок. Делаем кольцо мигуруми и в колечко закрепляем. Набираем 6 столбиков без накида. Один столбик, второй, третий, четвертый, пятый и шестой. Придерживаем петельку, стягиваем колечко плотненько. Теперь во втором ряду нам нужно сделать каждую петельку по прибавочке. Поэтому находим первую петельку. Я сразу буду завязывать краешек ниточки, кладу на вязание. И в первую петлю делаю прибавление, то есть вяжу 2 столбика без накида в одну петлю. Во вторую делаю прибавочку 2 столбика без накида в одну петлю. В третью 2 столбика без накида в одну петлю. Далее в четвертую 2 столбика без накида. В пятую. И в шестую петельку 2 столбика без накида, то есть делаем шестую прибавочку. Теперь вытаскиваем вперед вот эту ниточку, которую мы с вами завязали. По кругу у нас 12 столбиков. С 3-го ряда по 14, то есть 3-й, 4-й, 5-й и так далее. 12 рядочков нам нужно провязать по кругу все 12 столбиков без накида. То есть сейчас вяжем 12 рядочков, начиная с 3-го ряда по столбику без накида в каждую петельку. То есть отметили начало ряда ниточкой краешком, которую мы завязали по ходу вязания 2-го ряда. И теперь, начиная от этой ниточки, мы отмечаем начало вязания. Вяжем 12 рядочков столбиков без накида в каждую петельку по столбику без накида. То есть высоту лапочки мы вяжем без каких-либо изменений. Просто такой вот трубочкой из 12 столбиков по кругу, по спиральке. После того, как связали 12 рядочков высоту, у нас получилась высота вот такой замечательной лапки. Нам осталось эту лапку немного наполнить. То есть, чтобы придать форму лапке, немножечко наполнителя вовнутрь. По ту же, как бы с нижней части и верхнюю часть еле-еле так, чтобы единственное держало форму. И после этого мы сейчас сделаем в 15-м ряду 6 убавлений подряд. То есть мы сразу же после наполнения вдеваем крючок снова в петельку. И делаем 6 убавлений подряд. Я делаю, как всегда, за передней стеночке первое убавление. Затем за две следующие петли второе убавление. За две следующие петли третье убавление. За ним четвертое убавление. Пятое. И последнее, шестое убавление. После шести убавлений у нас по кругу должно остаться 6 столбиков или 6 петелек. Теперь я рекомендую вам сделать соединительный столбик и вытянуть вот так вот ниточку. Оставляем где-то сантиметров 12-15 и отрезаем ниточку. Затем вытаскиваем рабочую нить. Она нам больше не нужна. И остается вот такой кусочек ниточки. Теперь отрезаем мы наш маркер, вот этот, который мы отмечали. Начало ряда. У нас получилась вот такая ручка. Но перед тем, как приступить к вязанию второй ручки, я предлагаю вам краешек ниточки, вот этот, вдеть в иголочку. И стянуть оставшиеся 6 петелек по краю. То есть, смотрите, мы снизу вверх одеваем сначала в первую петелечку, затем во вторую петелечку, иголочку, в третью, в четвертую, в пятую и в последнюю, шестую петелечку. Стягиваем хорошо наше отверстие. Для чего я предлагаю вам стянуть? Для того, чтобы наполнитель не вытягивался раз. И второе, вам удобно будет пришить вот так, когда у вас стянутая ручка. Теперь еще раз где-то вденьте вот так вот иголочку и вытащите в серединке. Теперь ниточку эту вытаскиваем с иголочки. Оставляем. Еще нам иголочка пригодится. И вот такая лапка замечательная, верхняя готова. Такие детальки вам нужно сделать в две штучки. То есть, две лапки. Для вязания нижних лапок тоже берем серенькую ниточку, делаем кольцо амигуруми, закрепляем его и в колечко делаем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, и 6. Придерживаем крайнюю петельку, стягиваем колечко, так, чтобы не было отверстия. После этого нам нужно сделать очередные 6 прибавлений в следующем ряду. Я беру, нахожу первую петельку, на нее ложу краешек ниточки и каждую последующую петельку делаю по 2 столбика без накида, то есть по прибавочке. Первую петлю 2 столбика, во вторую петлю 2 столбика, третью петлю 2 столбика, четвертую петлю 2 столбика, то есть делаю прибавление по 2 столбика без накида в каждую петлю. В пятую петельку 2 столбика и в последнюю шестую петельку 2 столбика без накида. Во втором ряду у нас прибавилось 6 петелек, поэтому в конце второго ряда 12 столбиков без накида провязаны по кругу. Теперь мы будем чередовать 6 раз столбик без накида и делать прибавление. Первую петельку столбик, во вторую делаем прибавление, 2 столбика без накида в одну петлю. Снова третью петлю 1 столбик, четвертую петлю прибавление, 2 столбика без накида в одну петлю. Пятую столбик, шестую делаем, 2 столбика прибавления. В седьмую столбик, в восьмую 2 столбика, в девятую петлю столбик, в десятую петлю 2 столбика, то есть прибавления. И последний раз в одиннадцатую петлю столбик, в последнюю двенадцатую петлю 2 столбика без накида. Снова прибавили в третьем ряду 6 прибавлений, сделали 6 столбиков, поэтому в конце ряда 18 столбиков. В четвертом ряду нам нужно эти 18 столбиков провязать по столбику без накида в каждую петлю, но за заднюю стеночку. То есть, если вы повернете к себе вот таким ребрышком, то получится у вас передняя стеночка к вам ближе и задняя. Вот мы вяжем за заднюю стеночку. Первую петельку первый столбик, далее во вторую второй столбик, только за заднюю стеночку. Третий столбик, четвертый столбик, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый, одиннадцатый, двенадцатый, тринадцатый, четырнадцатый, пятнадцатый, шестнадцатый и последний столбик, семнадцатый и восемнадцатый. Связали 18 столбиков по кругу за заднюю стеночку, а теперь вытаскиваем вот эту ниточку, которую мы с вами завязали в предыдущем, вот здесь вот ряду, и вытаскиваем ее в наружную сторону, отметим как бы ей начало пятого ряда. Пятый и шестой нам нужно провязать в каждую петельку по столбик, то есть 18 столбиков по кругу, два ряда. Тридцать шесть столбиков и я начинаю отчитывать. Первый столбик, второй, три, четыре, пять, шесть, тридцать один, тридцать два, тридцать три, тридцать четыре, тридцать пять и последнее, тридцать шесть. Связали тридцать шесть столбиков без накида по спиральке два ряда, и теперь нам нужно в седьмом ряду делать четыре убавления подряд. То есть мы захватываем сразу же первую и вторую полупетлю переднюю, делали первую убавочку, затем третью и четвертую петлю, вторую убавочку, как бы делаем сразу подряд четыре убавления. Так, вторая убавочка, далее третья убавочка и четвертая. Нам до конца ряда осталось довязать полностью все петельки, и их остается 10 столбиков. То есть до конца ряда довязываем 10 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10. Последний, десятый столбик довязали, и теперь смотрите, у нас с восьмого по двенадцатый ряд по кругу нужно провязать оставшиеся 14 столбиков без накида. То есть 4 убавочки мы сделали, 18 минус 4, 14 столбиков. Восьмой, девятый, десятый, одиннадцатый, двенадцатый, пять рядочков нужно провязать полностью в каждом ряду по столбику без накида в каждую из петелек. Мы сейчас можем отрезать вот эту нашу ниточку маркер, которую мы с вами оставляли, и поставить начало первого ряда. Первого, то есть столбиков, а вообще по счету от начала это уже восьмой ряд у нас. Подтягиваем петельку, поставили маркер, и начинаем вязать пять рядочков. Первый ряд 14 столбиков, второй ряд и так далее. То есть по спирали вверх. Связав пять рядочков, я предлагаю вам привытянуть петельку и снова наполнить нашу ножку. То есть мы наполняем довольно-таки плотненько нижнюю часть, верхнюю часть мы просто для формы немного наполняем. То есть смотрите, самая основная наша задача это наполнить максимально вот эту часть ножки, чтобы придать ей красивую форму. Наполнили нашу ножку, и теперь осталось связать всего один тринадцатый ряд, последний. Вяжем столбик без накида в первую петлю, затем делаем третью и четвертую петлю убавления. Первый раз, затем столбик без накида убавления делаем второй раз. Столбик без накида убавления делаем третий раз. И столбик без накида убавления вяжем четвертый раз. Затем делаем соединительный столбик, протягиваем сквозь последнюю петельку и вытаскиваем, где-то оставляем для пришивания и стягивания, 12-15 сантиметров. Вытаскиваем рабочую ниточку и вдеваем эту ниточку в иголочку. И теперь, как и ручку, стягиваем. Берем по очереди все петельки, нанизываем снизу вверх на ниточку. Иголочку снизу вверх вдеваем в каждую из петелек. И все петельки вот так вот нанизываем. Стягивание делаем тоже для того, чтобы было удобно пришить детальку. И плюс ко всему не будет вытаскиваться наполнитель. И вот дошли до последней петельки. Хорошо-хорошо стяните ножку. Теперь еще раз вденьте иголочку и вытягивайте посерединке. Хорошо подтяните, чтобы не было отверстия. Вот такая ножка у нас готова. Она немножечко имеет вид вот такой вот ботиночка. Вот такие детальки тоже нужно две штучки. Желательно дам рекомендацию небольшую. Когда будете наполнять детальки, наполняйте максимально одинаково. Почему? Потому что у вас от того, как вы наполните, зависит одинаковые ли они будут. То есть размеры их нет. У меня часто задают вопрос, почему у меня разные ножки вязала по одному принципу, а разные ножки. Зависит от наполнения. Поэтому обязательно, особенно при вязании мелких деталей, обращайте внимание на то, чтобы наполнять одинаково. То есть как лапки верхние, так лапки нижние. Там, где детали парные, вяжите максимально с одинаковой плотностью, желательно день в день. Потому что часто бывает такое, что связали лапку сегодня, а вторую завтра. Вот. Они у вас будут разные по размерам, не только от наполнения, а и по плотности вязания. Кто-то где-то что-то отвлек. Вот. Поэтому вяжите, желательно, парные детали день в день. Итак, ножки наши готовы. Все детальки готовы. Осталось только связать наше сердечко. Сердечко я вязать не буду, так как уже есть видеоурок. Поэтому углубляться мы не будем. И ссылочку я вам оставлю обязательно на сердечко в описании. Приступаем к сборке деталей. Я сборку делаю самым простым способом. Это мы оставляли ниточки для пришивания. Вот ими мы и пришиваем. Сначала к голове мы пришиваем ушки, затем голову пришиваем к туловищу. И если вы хотите в сидячем положении, то, соответственно, ножки пришиваете, чтобы мишка сидел. Если хотите, допустим, чтобы мишка более стоял, или как объяснить, чтобы, в общем, ножки были ровные, то пришиваете их ровно вдоль тела. То есть, начинаете, опять же, где-то с третьей части туловища. И вот так вот пришиваете в ровном положении. Затем ручки и так далее. То есть, после того, как вы собрали мишку, полностью сшили все детальки, теперь включаете свою фантазию и украшаете на свое усмотрение. Первое, что я рекомендую, это сделать, допустим, вышить носик, треугольничек, затем пришить глазки, сделать какие-то дробки. То есть, опять же, на все на ваше усмотрение. Я буду делать носик бирюзовым цветом. Также, вот в качестве идеи, я вам хочу показать, сделала вот такой вот бантик, тоже цвета бирюзового, как и носик. Я просто сделала его столбиками с накидом. То есть, самый маленький, самый обычный бантик. Вот так вот он будет выглядеть. Это самый упрощенный вариант. Затем можно просто завязать какую-то красную, либо бирюзовую ленточку, либо в цвет носика тон-в-тон, либо, наоборот, какую-то поярче цветную ленточку. Завязать в виде бантика на шее. Все, ваш мишка готов. Но так как у меня мишка Валентинка, то я, соответственно, буду делать к нему сердечко. Я изначально хотела делать розовое сердечко. То есть, я вам говорила, что я буду брать ниточку розового цвета. Но так как я решила Валентинку сделать, то, соответственно, я буду делать уже красное сердечко. На сердечке я не заостряла внимание, поэтому вы можете посмотреть в предыдущих видеоуроках, как сердечко объемное, так сердечко просто, как мы делали брелочек. В общем, различные какие-то мелкие детали. Как украсить? Я думаю, что здесь труда вам особого не составит. И включаете просто свою фантазию, украшаете на свое усмотрение. Можете сделать бантик цветной и, допустим, прицепить голове. Вот вам получается замечательная вот такая девочка-припевочка. Если же бантик у вас на шее, то это джентльмен. Если у вас объемное сердечко, то, я думаю, бантик не следует цеплять, так как и бантик, и сердечко это слишком много. И бантик, вот видите, его не видно абсолютно. Поэтому его делать не стоит. Просто вышиваем треугольный носик, пришиваем глазки, делаем бровки по желанию, там какие-то реснички, в общем. Если же это у вас теги, то, соответственно, делайте ему небольшие такие латки, нашивки. Можете просто вот такой вот ниточкой, каким носик вышивать будете, сделать какие-то латки. Можете из фетра кусочки вырезать белого, точно так же сделать нашивки. В общем, здесь уже на свое усмотрение делаете, украшаете также на свое усмотрение, на свой вкус. Я надеюсь, что вам осталось все понятно, понравилось. И, конечно же, оставляйте комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, на мой новый канал. Всем хорошего настроения, с наступающими праздниками. Пока-пока!